Здравствуйте, друзья мои дорогие! С вами снова Елена. И из обещанного мы будем сегодня говорить, как мы зарабатываем свою карму. Что это вообще такое наша карма? Откуда она берется? Почему она касается не только нас, но и наших детей, и даже наших внуков, и нашего рода в том числе. Это всё взято с математикой, с того, что вы задаете вопросы, и я, конечно, стремлюсь на них ответить. Но для начала всем неравнодушным, кто поддерживает канал «Величайшая благодарность», канал «Остро» нуждаются в поддержке, просто полная трагедия. Реквизиты, за которые вы спрашиваете, они под видео. Что, возможно, там указано, других реквизитов просто нет. И под этим видео, это тоже, как бы, к помощи каналу, там реквизиты существуют. Ну, а теперь непосредственно к карме. Кармой принято называть совокупность наших поступков, хороших и плохих, которые мы совершаем за свою жизнь, они уходят в какую-то историческую, скажем так, космическую копилку. И представляют собой систему сообщающихся сосудов. В одну складываются наши хорошие дела, во вторую – нехорошие. И так потихонечку и складывается общая тенденция, по которой можно определить, что вы за человек по существу своему. Если вы человек, созданный для добра, для света и прочего, количество ваших хороших дел и поступков, конечно, будет преобладать над нехорошими. Потому что святых, конечно же, на свете нет. И таким образом мы накапливаем определенный исторический груз. Каждый из нашего рода, а ведь мы же откуда-то взялись, у нас есть бабушки, прабабушки, прадедушки и так далее, когда-то тоже выполнили свою работу. И если среди ваших родственников было в основном количество людей, которые были светлые, созданные для добра, создающие вокруг себя добросердечие, взаимопомощи, ну, в общем, хорошие были люди, то ваша родовая история, иными словами, карма, конечно же, будет совершенно безупречна. И это прекраснейшая броня для каждого последующего, кто рождается и получает защиту рода в виде кармических поступков. Так что не думайте, дорогие мои друзья, что ваши мелкие шалости, легкие, так сказать, моменты, позволил себе, испортил, так сказать, с кем-то взаимоотношения, нахамил, надерзил, насквернословил и так далее, что все это пустячки. В космосе пустячков не бывает, и в судьбе тоже. Каждая ваша дурное складывается в свою копилку, а каждая добрая складывается в соседнюю. Не хотелось бы, чтобы грязи в вашей судьбе было больше, чем света. На эту тему можно смело сказать, что посеешь, то и пожнешь. И если вам так будет легче, представьте себе, что вы хлебороб, и перед вами два совершенно одинаковых поля. Только одно вы засеваете хорошими, полноценными зернами. А на второе вам чего-то там жали, плетя-пляп, само так сойдет, или какие-то семена непонятные насеяли. Разве можно в свете этого сказать, что урожай с обоих полей будет одинаковый? Нет, конечно, дорогие мои друзья. Там, где вы постарались и сделали все безупречно и полноценно, там вы можете смело рассчитывать на прекрасный урожай. А там, где вы насеяли не бог весть что, вместо зерна иной раз только одни, так сказать, плевлы, то есть шкуки от семян, может ничего не вырасти, кроме сорняков. Вот точно так же мы накапливаем багаж наших кармических историй. Карма – это просто летопись наших поступков, чтобы вам было понятно и ясно. Что посеяли, то и пожали. Поэтому не удивляйтесь, дорогие мои друзья, что как бы жизнь у вас иной раз хромает. Ну а что вы посеяли? Что вы сложили в копилку собственных дел? У вас там действительно есть на что надеяться и, так сказать, собирать урожай, и радоваться, и наслаждаться. Или вы, как дурный хлеборуб, время, как говорится, когда сажать проспали, потом не бог с чего туда накидали, не особо задумываясь над тем, что вы делаете, а сидите и ждете такого же тучного урожая, как у других людей. Что посеял, то и пожал. Главный закон кармы, и его никто никогда не отменял. А еще запомните, пожалуйста, что все кармические поступки суммируются. Здесь нет взаимозачета. Пошел, надерзил, нахамил, украл, убил, потом пошел и совершил хорошее дело, внес какие-то деньги в сиротский дом, или построил церковь, или толстую свечку организовал, толщи, которые не бывают, а в своих зачетах, собственно, грехов. Зачетов у кармы нет. Здесь нет смешения тех сосудов, в которые складываются хорошие и плохие поступки. Поэтому не надейтесь, пожалуйста, что собственные грехи можно замолить, их лучше просто не совершать. У кармы нет возможности, так сказать, на каждое плохое дело, сделать хорошее и расслабиться. Что-то куда-то исчезло. Нет, ничего никуда не исчезло. Поэтому в том-то и особенность, что кармические грехи, особенно глобальные, по типу украл, смошенничал, не дай Бог убил и так далее, эти грехи замолить невозможно. Можете даже сделать себе свечку величиной из 20-этажный дом, она просто спокойно прогорит, но ваши грехи останутся при вас. Поэтому вот в том-то и особенность, вот в том и, так сказать, страшная история кармических грехов, что они не подлежат как бы истиранию. Нету такого, чтобы их замолить каким-то образом. Их главное не совершать. И это второй закон кармы, который вы должны усвоить. Ну вот я все говорю, поступки да поступки, с поступками все ясно. Ты пошел, уже это сделал, как говорится, и сколько ни говори, халва во рту сладко не станет, и грех совершенный, и с ним все ясно и понятно. Но подвох заключается в том, что не только дела считаются в кармические зачеты ваших негативных историй. Даже эмоции, мрачные пожелания кому-то зла, неосторожное бряканье по типу «да что ты сдох» и так далее, и тому подобное, эти эмоции с точки зрения кармических законов тоже засчитываются в копилку негатива. Да, казалось бы, я ничего не сделала. Я просто сказала. Но эмоции зачастую бывают пострашнее самого физического действия. И в данном случае, если мы рассматриваем карму как таковую и пытаемся понять, а что ее может испортить, так я вам и говорю, не только самое дело. Ну да, вы не пошли, никого не убили. Мало ли, что мне пришло на ум момент гнева. Но гнев и ваши дурные пожелания кому-либо или желания, стратегические планы внутри, которые вы долго вынашивали, то есть практически материализовали, потому что как нанесете урон какому-то человеку, мстительность вашей и прочее, тоже удивительным образом портит вашу карму. Вот почему я часто говорю, что завистники и прочее, когда переполняют сосуд своих негативных эмоций, вот этот сосуд, который отвечает за отрицательное, невольным образом начинают получать кармические уроки еще при жизни. То есть у них что-то глобально рушится в жизни, начинается непроходящая черная полоса, они не понимают, что произошло. А произошло то, что сосуд накопления грязи, который они сторгают, дошел до финала, все, больше тыкать некуда. И пошел обратный бумеранг. Ты постоянно жила кому-то зла, ты все время кого-то вынашивал какие-то грязные планы по отношению к другим, ты все время пытался мошенничать, ты все время кому-то страстно завидовал. И вот теперь весь навоз, который ты там накопил, обрушивается лично на тебя, а ему и никуда больше деваться. Вы были источником этого, вы получите, так сказать, результат. Хотели нагадить другому, а получите все в полной мере себе на голову. Так что подумайте лишний раз, дорогие мои друзья, стоит ли свою жизнь тратить на это. Счастье вам это не принесет. А с точки зрения тех вещей, которые мы сейчас изучаем, что портит нашу судьбу, почему мы получаем вдруг негатив постоянный, не можем выбраться из собственных трудностей. Скорее всего, дорогие мои друзья, ваша внутренняя начинка порождает то, что мы называем кармическим грузом, а потом обрушивается на вас самих. У людей со светлыми помыслами, кто умудряется даже в самых страшных ситуациях оставаться человеком, таких историй не бывает. И я вам могу сказать, что вот ненависть, даже которая сейчас особенно глубоко заметна, да, и люди ненавидят поливать друг друга грязью, не желают вообще разобраться в ситуации, ненависть – это тоже кармическая история, которая ни к чему хорошему не приводит. Все негативные эмоции – ярость, ненависть, зависть, желание схитрить – это всё перегружение ваших кармических сосудов. И иными словами вы себе на голову накликаете дополнительные сложности и проблемы, с которыми потом будете бороться в реальной жизни. Надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю. Мы ведь начали с самых азов, чтобы вообще понять, что такое карма. А то много говори, а что это такое – непонятно, да? Так вы уже ещё раз могу повторить, то, как я понимаю карму – это летопись наших поступков. Мы её сами пишем, эту историю. Нам в руки при рождении даётся чистая книга и перо, в котором мы будем писать. Вот что мы там напишем, дорогие мои друзья, такой будет и текст. На свете вышесказанного, помните, мы излучаем энергию, и в зависимости от того, какого цвета эта энергия, светлая или тёмная, она возвращается к нам бумерангом. Поэтому подумайте лишний раз, какова ваша внутренняя история, когда вы рассматриваете судьбы людей рядом с вами, ситуации, которые, если вы постоянно в негативе, у вас просто пена изо рта идёт, вы всех ненавидите, вы всем желаете зла и прочее. Ну, помните, бумеранг запущен, ждите, когда он приземлится на голову, но не тому, кому вы желаете зла. Как вы поняли, бумеранг прилетит в те руки, которые вы выпустили, то бишь ваши. Итак, из нашего разговора, надеюсь, вы поняли, что все наши поступки, действия и даже мысли уходят в так называемую нашу личную персональную карму. И это тот сосуд, который я вам предложила себе визуализировать, который вы заполняете хорошими или плохими делами, их два сосуда, один только для светлого, второй для тёмного, определяет вам на голову, что вам прилетит. Если вы пополняете белый сосуд, всенепременно вам будет возвращаться то, что называется вашими персональными благостями. Если вы сердечный человек, добрый, никому зла не делаете, вас будут окружать такие же люди, вам будет вести на работе, у вас будет сладиться, у вас будет просто спокойная, светлая жизнь, о которой мечтают многие. Если же вы усердствуете по заполнению соседнего сосуда, то, надеюсь, вы уже поняли, что бумеранг вам прилетит. И здесь только одна особенность. Вы никогда не знаете, за какой проступок, который вы уже совершили ранее, вы сейчас в настоящем рассчитываетесь. Здесь нету вот такого, знаете, вот ты 3 года назад, например, обмешурил какой-то человек, или подвёл своего друга очень серьёзно. Это считается кармическим грехом определённо. И вот сейчас через 3 года ты за это рассчитываешься. К сожалению, такой записки, которая прилагается к тому негативу, которым мы переживаем, просто нету. Всё сокрыто. Вы можете рассчитаться за каждый из грехов, которые совершили ранее. своими неуспехами, у вас всё из рук вон плохо, вы не можете заработать деньги, у вас постоянные скандалы дома, всё, что вы начинаете, у вас не получается. Я не могу сказать, где был, какой проступок совершён, что вы такое сделали, что у вас вот такая вот история настоящая. Но я вам точно могу сказать, что вы пытаетесь, или судьба пытается заставить вас отработать мучительно, медленно и долго ваш образ жизни предшествующего. Это когда-то уже вы просто совершили, 10 лет назад, 15. С точки зрения кармы времени вообще не существует. Это сделано когда-то, а прилететь может через 15 лет полным развалом и прочее. Но поверьте мне, триггером были вы. И ваши мелкие проступки, или очень крупные проступки, и являются этим детонатором, благодаря которому через много лет вы начинаете испытывать трудности, сложности и прочее. Вот почему, не имея указания, какой именно проступок был сейчас наказуем в настоящем, их лучше вообще не совершать. Ну, такого же не бывает, скажите вы. Мы все люди, мы все человеки. Мы ведь, как говорится, кто без греха, пусть бросит меня камень. Таких просто не найдётся, потому что наши грешки есть у каждого. Мы где-то оступались, где-то позволили себе прослабление, где-то много материмся, например, считая, что это пустячок, и ничего страшного, матерятся все. А то, что мы разрушаем собственную жизнь этими матюками, ну, на эту тему мы поговорим отдельно. На эту тему никто не это. Злословие – это грязь во рту. Считайте, что вы положили кусок навоза, и смачно его жуёте, и наслаждайтесь процессом и ароматом. Вот что такое мат. Ну, кто его себе так представляет? Брякнул, да я забыл, во рту не воняет, всё отлично и нормально. Но на энергетическом уровне загрязнение вашей ротовой полости я вам только что озвучила. Так что лишний раз, когда соберётесь в очередной раз матёк отпустить, представьте, что в этот момент вы положили себе под язык козий горошек, и сейчас его будете разъедать лекарой или лепёшкой, если вам так понятней. И может быть, лишний матёк с арта-то не слетит. Поэтому помните, наши проступки, которые мы совершили ранее, имеют тенденцию проявляться по отношению к нам, и чем больше у нас в жизни трудностей, тем больше вероятности того, что вам следует проанализировать вообще, как вы живёте, что вы себе позволяете по отношению к близким, на что вы готовы пуститься, если возникает ситуация личной выгоды, вот что вы во имя этого можете совершить, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, анализируем негатив. Если вы поймёте, что вы ой-ё-ё, на что только готовы, чтобы у вас всё было хорошо, не удивляйтесь, что это хорошо от вас сбежит дальше, чем вы видите, потому что внутри вас много грязи, и вероятнее всего, эту грязь, видимо, умеранга, вы уже давно запустили в эфир. Только сейчас он прилетел к вам, и вы пожинаете то, что и породили. Грязь порождает грязь, свет порождает свет, тут же ничего другого и не придумаешь. Поэтому, дорогие мои друзья, мы за многие вещи, особенно за мелкие бытовые вопросы и так далее, рассчитываемся, не отходя от кассы. Это первая часть нашей кармической истории, лично наши поступки, за которые мы ещё отвечаем при жизни. Ну, мы говорим о мелких бытовых. Если мы убиваем людей, как киллер профессионально, то думаю, что, дорогие мои друзья, подобный грех отработать за свою жизнь человеку не дано. Это, скорее всего, отразится, ещё будут наши дети и внуки отрабатывать подобные вещи. Воинский подвиг на войне – это совсем другая история. Это во имя Отечества и кармическим грехом не считается. А просто убийство ради убийства или ради профессии – это уже грех. Надеюсь, вы разницу понимаете. Итак, дорогие мои друзья, совершайте или иные поступки, особенно нелицеприятные, мы накапливаем, накапливаем, накапливаем и даём себе бомеранг, который она запустит нам в голову и не приложит визитную карточку, за что у нас так всё не очень здорово как бы получается. Запомните раз и навсегда. Вы получаете ровно столько, сколько заслуживаете. Это злополучное, что посеешь, что и посернёшь. Есть основной истории, которую надо запомнить по созданию собственной кармы. Так вы уже приняли, что карму вы создаёте сами, и тогда вы можете перейти на новый уровень. Управляемую карму можно создавать самостоятельно. Вы уже примерно представляете, дорогие мои друзья, что осознав о том, что все негативные дела со временем всё равно вернутся к вам. Вы решили вступить на совсем другой путь. Вы стараетесь теперь руководить собственными мыслями, эмоциями, действиями. И решили, что благие дела с этого момента станут для вас основным способом существования. потому что уж теперь вы осознаёте, что за хорошие дела судьба нас гладит по головке, а за плохие бьёт линии по рукам. Всё равно нам никоим образом избежать этого не получится. И способа пойти согрешить, а потом замолить это в церкви на этот счёт не существует. Поступок нельзя замолить. Вы все непременно за него рассчитаетесь. Его можно не допустить. Вот это единственный способ для того, чтобы существовать. Итак, представим себе, что вы находитесь на новом уровне и на уровне управляемой кармы. То есть решили, что вы в силах сделать так, чтобы ваша карма была светлой, чудесной, и вам не пришлось рассчитываться ежедневными трудностями за негативные эмоции, поступки и действия. Судьба к нам благосклонна, и мы всегда имеем как бы свободу выбора. Если мы решили, что мы с этого момента будем справлять карму и жить по-другому и вступим на другой путь, нить моя света, для нас все дороги открыты, никто нам совершенно не препятствует. И опять мы превращаемся в хлебороба, который тщательно продумывает над тем, чем он засеет поле, он к этому готовится, он следит за собой, его помыслы чисты, он не ленится, он ежедневно над собой работает, он совершает добрые поступки. Кстати, лень, дорогие мои друзья, является тоже кармически наказуемой историей. Кажется, ну, кому плохо от того, что я все время лежу на диване. Впрочем, никому, особенно тому, кто лежит на этом диване. Но если у этого человека ненароком есть семья, которая голодает из-за этого, родители, которые страдают от того, что он такой получился никчемный и ни к чему не приспособленный человек, то тогда, понятное дело, что его лежание на диване отнюдь не так беззаботно, потому что уже окружающие от этого пострадали. А стало быть, назвать это безобидным пустячком, уже рука не поднимается. А пятно на карме человека, который разрушает не только свою судьбу, но и судьбу тех, кто рядом с ним, думает он об этом или нет, это уже трагедия и грех кармического масштаба. Так что, дорогие мои друзья, вы являетесь частью Вселенной, и ваши поступки нарушают баланс, если что, возникает цепная реакция. Я вам только что привела пример, если человек лодырь, то все равно найдутся те, кто от этого пострадает. Даже если его лично все устраивает, семья, которую он завел, дети, которые не имеют в связи с существования, родители, братья, сестры, которые переживают за его судьбу, это все равно те люди, которые страдают из-за этого поступка. Так что не получается так, что я вот закроюсь в комнате, и никого моя судьба не интересует. На энергетическом уровне вы все равно пускаете, как камень, брошенный в воду, он прежде чем опустится на дно, он создает трепи и беспокойство вокруг себя. Вот так и ваши поступки. Их не заметит только тот, кто родился сразу без роду, без племени, о нем никто не переживает, а живет он в пустыне, где никогда шансов встретить человека у него нет. Тогда, возможно, очищенный от общества этот человек имеет право распоряжаться собственной судьбой, но в любом случае эта ситуация достаточно болезненная, вы же понимаете. Но если мы стоим на пути управляемой кармой, то мы должны анализировать наши поступки. Честно, откровенно, на предмет их содержимого, мы ведь в глубине души точно знаем, добрый это поступок или нет. И стоим на заслоне любых негативных дел, слов, эмоций, которые мы можем породить. Другого пути, дорогие мои друзья, у нас просто нет. Это своего рода работа, как по избавлению от алкоголизма. Человек пил, 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 и вдруг проснулся и сказал, все пить больше не буду. Соблазна по-прежнему предостаточное количество. Пьют его друзья, случайные знакомые, зашел в магазин, бутылку водки увидел. Но сорваться или нет, решать только человек, который решил контролировать и осознавать свои поступки. Вот точно так же и у нас. Если мы решили с какого-то момента очистить нашу ауру, это повседневная работа на эту тему. И другого способа просто нет. Анализируем наш поступок, и если мы не видим в нем подвоха или какой-то грязи и прочее, мы его совершаем. Нет? Значит, пожалуйста. Помните, иногда люди уходят в монастырь, что называется, замаливать собственные грехи. То есть своей кротостью, своим аскетизмом, своим отказом от соблазнов общества, они как бы переходят в вот эту управляемую карму. Но я вам могу сказать, что это исключительная крайность. Вам монастырь не нужна. Но если вы человек светлый, с понятиями о жизни, вы ведь и сами так прекрасно понимаете, что вы никого не убиваете, не лжете, не измываетесь над человеком. А, соответственно, все исключительно хорошо. Управлять своими поступками, даже если мы не будем называть это кармой, это правильно для любого человека. Но если вы прекрасно это понимаете, так должно. Мы всегда несем ответственность за то, что делаем. А если мы не понимаем, почему судьба к нам неблагосклонна ныне, у нас вот ничего не ладится и прочее, я думаю, что есть определенная закономерность. Если вы проанализируете, каким путем вы шли к собственному благополучию, кого вы обманули, кому вы очень проанализируете честно свои поступки, вы, пожалуй, сами внутренне почувствуете, за какие проступки вы сейчас несете ответственность. И раз и навсегда их надо себе запретить. Потому что в жизни так бывает, что бы ты не сделал, за все приходится платить. А у умных людей уже давно все ясно и понятно. Вот только сделал какой-нибудь поступок, хороший или нехороший, следи за событиями, которые произойдут, ну, даже в ближайшее время. Все в зависимости от поступка, правильно? Если у тебя светлая полоса, значит, неплохо. Если все из рук вон плохо, значит, где-то ты успел сделать какую-то подлость, ложь, обман, желание друг другу не очень хорошей жизни. Это тоже, дорогие мои друзья, те триггеры, которые могут сыграть против вас. Вы уже наверняка заскучали. Нет, так жить невозможно и прочее. Но если мы рассматриваем карму, то я вам могу сказать, это не домокло меч, который висит над вашей головой. Умение владеть собой своими поступками – это урок космический. Хочешь быть человеком, хочешь, чтобы у тебя все ладилось, выпускай в эфир только светло. А ты же себе хочешь всего самого лучшего. Но так сначала сделай это для других, сделай это своим образом жизни, и тогда то, что ты запустил, то, что ты засеял в своем поле, то тебе и вернется. Вот и все. У кармы все легко и просто. И если вы ощущаете, что у вас постоянно не сходится ничего, и ничего в жизни не ладится, я думаю, что ваша карма несколько пострадала, и вы сделали все возможное, чтобы у вас пришло раскаяние. Карма подбрасывает уроки, она никого не наказывает. Она хочет сделать вас лучше. И поскольку она не может с вами пообщаться, написать вам письмо и прочее, она создает ситуацию, где вам приходится трудно выбираться из проблем, для того, чтобы вы осознали, что трудности, возникшие сейчас с вами на физическом уровне, это результат ваших помыслов, ваших деяний ранее. Это просто закономерное возвращение бумеранга. Кажется, понять невозможно, все так сложно, философски, но это видео могло бы закончиться все той же фразой. Что посеял, то и пожал. Если ты сеешь зло и войну, не удивляйся, что зло и война тебя возвращаются в полном объеме. Если ты лжешь бесконечно и все ходишь за нос, не удивляйся, что у тебя в жизни тоже много фальши, ложи, тебя везде подводят, у тебя ничего не получается, чернота, запущенная в эфир, возвращается многократно все той же чернотой, и другого нет. А добро возвращается добро. Вот вам и вся история кармы, о которой мы так много тщательно говорим и пугаем друг друга. Это как кармическая история. А представьте себе, что в подобном ключе работает весь род. Ваши бабушки, прабабушки. Если кому-то не удалось отработать особенно ярые грехи, которые могут быть убийство, предательство, так далее и тому подобное, и человеку не хватило собственной жизни для того, чтобы за это рассчитаться, дети продолжат работать на этим же грехом. И не будут понимать, почему у них такая безрадостная, тяжелая жизнь, что с ними происходит. А это хвост поступковых родственников. Вот почему праведная человеческая, нормальная, обыкновенная жизнь, доброго, ненавидящего, нелгущего, неизворачивающегося человека – это самый оптимальный путь. Вы не порождаете вокруг себя зло, вы никого не наказываете, никого не уничтожаете. Соответственно, судьба позволяет вам чувствовать себя защищенно, светло, тепло. У вас есть нахлебно-сущный, у вас как бы обыкновенная жизнь, которую вы сами заработали. И в данном случае с честь вам и хвала. Для тех, кто не делает выводов над своими поступками и считает, что во всех негативах виновата судьба, а вы такой чистый, пушистый, сверкающий, я имею право так поступать, я делаю то, что хочу, приготовьтесь к тому, что судьба вам будет постоянно преподносить уроки. Не делайте выводов, будь любезен, получай, выбирайся тяжело, и каждый последующий урок будет тяжелее предыдущего. Пока вас жизнь не обратит до полного днища, и вы не поймете, что причиной того положения, в котором вы оказались, были ваши собственные деяния, судьба не остановится. Вот вы должны понять. И чем быстрее вы осознаете, что ваш образ жизни был неправильный, ваши помыслы были чисты, ваши поступки должны быть не гадостными, а человеческими, вы должны это осознать, что вы несете ответственность за все, даже за то, что вам кажется пустяком. Ну вот вы решили, что собаку надо воспитывать жестким наказанием. Приходите каждый день с работы и лупцуете собаку по поводу и без. Сказалось бы, что такое собака? Да ничего страшного. Но жестокость. Вы запускаете жестокость, а бумерангом придут люди, которые вас будут унижать, оскорблять. Например, начальник Самодур, который будет издеваться над вами и получать от этого удовольствие. Казалось бы, при чем здесь собака и начальник? А это карнический урок, дорогие мои друзья. Если вы позволяете себе злобу и унижение существа, которое не может вам достойно ответить, вы попадете в аналогичную ситуацию. Правда, вы не проведете параллель между этими двумя случаями и будете думать, что вам просто не повезло с начальником. А прежде всего, это был кармический урок. Вас поставят в то же положение, какое вы ставите своего брата меньшего, которого дубцы эти ногами, чтобы вы почувствовали, как это сладко. Но, как говорится, к сожалению, было бы лучше, если бы еще прилетела открыточка. Это тебе унижение за то, что ты тоже унижал кого-то. Но тут мы должны догадаться сами. Вот в этом и особенности трудность понимания, что нам нужно сделать, чтобы улучшить свою карму. Просто не делайте дерьма. Извините за это грубое слово, но тогда оно вас не найдет встречно. А с вами была Елена.